Дорогие друзья, с вами снова Елена и наши гороскопы. Опять напомню, что храпят у меня под столом мопсы, так что если храп неожиданно ворвется в кадр, это вот там под ногами сидят два мопса. Контролировать их звуки я не могу и прогнать тоже, так что извините, может быть нюанс. Мы переходим к последней четверке касаемо нашего знака Водолея и начинается он естественно со знака Стрельца. Дорогие Водолеи, если ищете единомышленников и тех людей, с которыми вам будет в духовном смысле легко, спокойно и приятно, посмотрите еще и на Стрельца. Неудивительно, что между вами закладываются достаточно приятные во всех моментах отношения, потому что Стрелец приходится на тот сектор вашей натальной карты, который отвечает за взаимопонимание и за дружбу. А дружбу Водолеи ценят очень высоко, поэтому ваши сексуальные взаимоотношения, которые тоже достаточно высоко можно оценить, завязываются еще и на дружбе. Поэтому в данном случае этот союз достаточно прочный и интересный. Теперь попробуем в нем разобраться более подробно. Но когда союзы положительные, характеристики достаточно короткие, потому что о хорошем бесконечно петь невозможно. Поэтому сейчас проакцентируюсь на некоторых моментах и упомяну, на чем вы можете подскользнуться, хотя это сделать достаточно трудно в этом союзе. Дорогие мои друзья, соединение Юпитера-Стрельца и Урана-Водолея дает достаточно перспективный альянс. У вас расширяются горизонты, вам необыкновенно с друг другом интересно, у вас общий взгляд, у вас общие путешествия, и ваша пара становится необыкновенно популярна среди людей. Вы привлекаете, вы кажетесь людям сердечными, приятными, веселыми, счастливыми во всех отношениях. В принципе, так оно и есть на самом деле. Вам не надо делать никаких усилий для того, чтобы достучаться до сердца друг к другу. К тому же сексуальные взаимоотношения, которые между вами возникают, они тоже из-за того, что ваши планеты достаточно благоприятно относятся друг к другу. Поэтому вот это все приятное приходит к вам, когда вы встречаете друг друга. Это очень замечательный союз во многих отношениях. Чем он еще хорош? Дело в том, что и Водолей, и Стрелец очень любят много путешествовать. Поэтому эта пара много ездит. Это могут быть и коротковременные поездки. У них возникает общее хобби. Это может быть рыбалка, это может быть охота, это может быть просто путешествие ради путешествия. Но они очень легко поднимаются, очень легко объединяются и очень спокойно путешествуют друг к другу, не утомляя друг друга. Поэтому, если в вашей паре какие-то трения все-таки назревают или там возможны, дорогие мои друзья, вместо трения и скандала отправляемся в путешествие. Путешествие вас объединяет, делает вашу жизнь более гармоничной и красивой. Для этого не обязательно вылетать за 3-9 дней. Обыкновенная короткая поездка на природу радикальным образом поправит ваши, может быть, слегка омраченные чем-то взаимоотношения. Помните, пожалуйста, дорогие Водолей, что рядом со Стрельцом у вас может возникнуть чувство и такая вот какая-то иллюзия, что в этом союзе вы принимающая сторона, и Стрелец должен вас обихаживать. Это, так сказать, от природы ему дано, и так и должно быть. Помните, что этот союз будет держаться на таком варианте до поры до времени. Стрелец тоже считает, что ему должна возвращаться от дачи. Он всячески вам будет помогать, делать вашу жизнь приятной. Но это не должно быть игрой в одни ворота. Если вы слишком, так сказать, привыкнете к тому, что весь мир крутится вокруг вас, и семья это только для того, чтобы вас ублажать, дорогой Водолей, вы испортите столь прекрасное взаимоотношение. Хотя Стрелец сам подает вот эту надежду, что он, оказывается, здесь должен прислуживать и всячески создавать вокруг вас уют, комфорт и удовольствие. Но Стрелец в глубине души, даже если он об этом не говорит, ждет таких же шагов от вас. Поэтому уж, пожалуйста, если вы не хотите испортить ваше прекрасное взаимоотношение, у вас должны быть обоюдные шаги друг к другу, чтобы сделать друг другу приятное. Ваши мечты, которые давно раились у вас в голове, в присутствии Стрельца необыкновенным образом начинают реализовываться. И помните еще, дорогие Водолеи, что Стрельцы всегда преклоняются перед теми, кто много знает. Они очень уважают людей, которые имеют внутренний мир и хорошую интеллектуальную базу. Поэтому вам, в принципе, и самим захочется развиваться, чтобы понравиться своему Стрельцу. Вы много будете читать, интересоваться разными сферами жизни. Вам будет что обсудить. И обсуждение всего нового, что вы прошли, должно быть естественным в вашей семье. Вам вообще показано много общаться, иметь общее хобби. Вас не должно тяготить общение друг с другом. Вот если вы наладите такие взаимоотношения, они будут необыкновенно приятны во всех отношениях. Вы же дружите, а дружба, как правило, предполагает, что и там не один человек, а два. И не забывайте, Водолеи, эту дружбу дарить Стрельцу так же, как он искренне дарит ее вам. Тогда ваше отношение действительно разрушить будет невозможно. Стрелец яростный борется со всякой скукой, постностью, мрачностью. Поэтому в данном случае он приходит в вашу жизнь, делает ее более веселой, энергичной, приводит в движение. У него много идей и затей. И он от вас ждет таковых. Вот если это перевести на бытовые взаимоотношения, то у вас помимо путешествий, может быть, будут выезды на грибы, погребы или там общение с людьми и прочее. Не сопротивляйтесь этому. В принципе, вам это нужно в том числе. Вы ведь тоже ищите праздника, веселья, удовольствия. Конечно, вам придется и серьезно материально потрудиться, дорогие мои друзья. Но это вас, как правило, не тягатит. Потому что вы ставите перед собой какую-то приятную цель. Вы работаете во имя чего? У вас все время какие-то есть затеи в семейном быте. То ли вы хотите в путешествии, вы зарабатываете на этом путешествии. Или вы готовитесь к какому-то семейному празднику, у вас тоже приятный хлопот. Я очень прошу сохранить вот этот вот задор совместных дел и совместных решений. Это залог счастья в вашей семье. Есть ситуации, когда между водолеем и стрельцом пробегает черная кошка, и они не могут жить друг с другом. Но это очень тяжелые какие-то ситуации, когда, например, кто-то категорически не хочет нам, например, деньги зарабатывать. Почему я часто говорю за деньги? Деньги являются причиной разрушения многих браков. Одни знаки зодиака будут работать на пяти работах, чтобы поддерживать семейный, так сказать, быт и прочее. А другим и на одной скучно работать, и они считают, что ничего и так сойдет. Поэтому в данном случае материальная часть жизни водолеев, она возникает при жизни со многими знаками. Надо научиться выкладываться в этой сфере. А если вам скучно, если вам неинтересно, если вам важны ваши идеи, вместо того, чтобы зарабатывать каждый день деньги, то не удивляйтесь, почему у вас не складываются отношения, много скандалов, много выяснений отношений. Ваш партнер с этим не согласен. Это вам может нравиться, а партнеру вашему нет. Поэтому даже такие же возоблачные отношения, как нашим стрельцом, тоже можно разрушить, если водолей не будет заботиться о материальной части. Ну зачем мечтать о путешествиях, если у вас нет машины, да? И зачем мечтать о путешествиях, если у вас есть машина, но нет бензина? И так далее, и тому подобное. На все это надо зарабатывать. Поэтому, дорогие мои друзья, материальная часть здесь стоит во главе угла. Хотите вы того или нет. Но если этот вопрос решен, во всех остальных вы вполне способны с друг другом договориться и получать друг от друга удовольствие, что тоже немаловажно. Ну, напоследок могу сказать, что этот союз, конечно, со знаком «да». Но это должны быть дружеские, партнерские взаимоотношения, обоюдные, приятные во всех отношениях. Каждый жест со стороны стрельца и должен иметь встречный жест от водолея, совместный труд, совместные дети, совместное счастье, совместное путешествие. Звезды никаких препятствий не видят. Препятствия вы можете надгородить самостоятельно. Но, надеюсь, вы прекрасно понимаете, что если вам союз обещает «плюс», сделать его со знаком «минус», это уже высший пилотаж безумства. Поэтому, надеюсь, вы до этого не опуститесь и сохраните то прекрасное, что вам дали звезды. Следующая пара, о которой мы поговорим, это козерог и водолей. Пара весьма своеобразная. Опять же, встречается нам земляной знак. И водолей уже может сейчас скукситься и сделать абсолютно правильно, потому что от земляной знаки приходят идеализированного водолея вернуть на землю, заставить заниматься практическими делами. Между водолеями и козерогами часто возникают тайные связи. Связано это с тем, что именно козерог приходится на эту сферу в жизни водолея. Именно за нераскрытые тайны, за какие-то подпольные организации, за клубы по интересам закрытого цикла. То есть все, что закрыто и от общественности, за все это отвечает в жизни водолея козерог. Поэтому неизбежно, что всякие любовные треугольники, которые возможны в жизни водолея, они неизбежно бывают с козерогом. Ну, такова сущность этих взаимоотношений. А если мы перейдем, например, в сферу, если это все-таки не любовники, а муж и жена, то, соответственно, козерог бдительно совершенно будет следить за тем, чтобы водолей занимался практической деятельностью. И водолей, конечно, уже здесь весьма напрягся. Совершенно правильно, дорогие водолеи, при козероге залежаться вам точно не получится. Казалось бы, почему такие разные люди, и все-таки они объединяются? Помните, что водолей большой любитель изучать все тайное, и то, что ему непонятно, для него тоже является предметом, так сказать, изучения и даже обожания. Поэтому неизбежно между водолеем и козерогом возникает чувство любви. Несколько такой тайной, болезненной. Они, даже если им нечего скрывать, и не находятся в семейном союзе, при этом все равно, их жизнь окутана тайной, она под семью замками для окружающих. Ну, в общем, даже если нечего скрывать, они придумают причину, по которой это все делать надо тайно, и напускают много туманов в эти отношения. В любом случае, дорогие мои друзья, сейчас мы вам рассказали о том, как это выглядит вне. То есть союз достаточно странный, камерный, закрытый, никто о нем ничего не знает. Поэтому этот союз обрастает всяческими домыслами, и люди могут судачить на этот черт все, что им заблагорассудится. Потому что они все равно никогда не узнают, что там внутри варится. Теперь попробуем заглянуть на отношения между этими двумя, чтобы разобраться в них поглубже. Как правило, стереотип взаимоотношений между водолеем и козерогом развивается однотипно. Козерог заваливает на себя большую часть работы в этой семье, невзирая на то, что козерог это женщина или мужчина. А водолей, понимая, что Белая имеет достаточно сильную личность, пытается часть своих обязанностей или обязательств в семье переложить на плечи козерога. Если он такой уверенный в себе и такой мощный знак, так и ничего страшного. Если два-три обязательства еще на себя взвесит, ничего такого и не будет. Но в этом заложена и вся сущность этого конфликта, который между ними возникнет. Козерог очень болезненно воспринимает, когда его делают ломовой лошадью и обязанным нести слишком повышенную ответственность перед семьей. Чуть водолей лежит, ни крена не делает, дур не валяет. Козерог за него должен отдуваться. Козерог очень чувствителен к этому вопросу. Поэтому водолей, если вы хотите сохранить с ним взаимоотношения, разделите все обязанности в бытовом смысле и в материальном в равной степени и не отлынивайте от своих обязательств и не думайте, что если человек сильный, он и вас отнесет, и еще вашу родню, и все будут живы и счастливы, ничего страшного. Но на самом деле козерог всегда к этому чувствителен. Если он почувствует, что его эксплуатируют или имеют, безусловно, вы напоритесь на крупные неприятности, которые могут закончиться тем, что брак этот просто лопнет. Водолеи бывают достаточно болтливы и иногда могут лишнего рассказать про отношения с козерогом. Помните, что он приходится на сектор тайм. Поэтому считает, что все, что связано с вашими взаимоотношениями, должно и остаться только между вами двумя. Если он знает, что вы бравируете взаимоотношениями с козерогом, или много рассказываете, или кому-то поделились тем, что происходит у вас в семье, это тоже может стать причиной для того, чтобы ваш бурак распался. Поэтому все, что происходит между вами, при вас и должно остаться. Если вас сильно кушит по разным причинам, прикусите себе язык. Козерог вам не простит излишней болтливости, потому что он считает, что тайно, даже если вам нечего скрывать, у вас официальные отношения, все равно должно быть соблюдено. Все, что происходит в вашей семье, в ней должно остаться. Так что водолеи, будьте в этом плане достаточно длительны. Вообще козерог приходит в жизнь водолея укрепить его материальную часть. Он всячески будет способствовать вашему росту, карьерному и прочему. Единственное, напоминаю, никогда не эксплуатируйте козерога, и не используйте его с выгодой для себя. Он это очень четко чувствует, если он поймет, что вы живете с ним только из-за того, чтобы из него высасывать средства, то на этом закончится ваше брачное взаимоотношение. Но я бы не стала об этом говорить, если бы в этом тандеме водолеи не пытались циничным образом прилипнуть и высасывать соки из козерога. Цинь имеет оводицы, то есть использование козерога в корыстных целях у водолеев практикуется. На этом подсказнулось 80% всех разрушенных браков. Поэтому, дорогие мои друзья, растекаться мыслью по древу, как будет происходить взаимоотношение между земляным знаком и водолеем, я трижды могу повториться в каждой характеристике, касаемо этих пар. Потому что земляные знаки так или иначе ведут себя идентично. Они дисциплинируют, они заставляют заниматься практичными делами, они не дают оторваться от реальных событий, витать где-то в иллюзиях, они все время за шкирку возвращают и заставляют заниматься повседневными делами. В некотором смысле водолеи такие якоря нужны. Правильно надо просто интерпретировать действия вашего партнера, не оскорбляться и не устраивать противодействия. Если эту часть трений вы пропустите, вы из козерога можете прекрасно и успешно жить, процветать, зарабатывать, наслаждаться стабильностью. Поскольку в плане практицизма козероги ушли гораздо дальше водолеев и могут в этом плане их научить. А водолеев же из козерога принесут долю веселья, удовольствия, тех же путешествий, откроют горизонты, расширят, заставят козерога встряхнуться, выйти на поверхность, открыться удовольствием в жизни, а не только мрачному просижению своей, так сказать, норе. Поэтому эти люди друг другу полезны. Самое главное, чтобы они друг друга не эксплуатировали с пользой личной для себя, стали друг другу партнерами. Поэтому так или иначе события, которые будут в вашем браке, зависят сугубо от вас. Как сумеете построить, так и постройте. Брак считается нейтральным. Так что у вас, как правило, в самом начале пути два направления. Один со знаком минус, второй со знаком плюс. О нюансах, достаточно скучных для водолея, я уже рассказала. Так что делайте выводы. Если вам нужна стабильность, милости просим к земляным знакам. Если вы тяготитесь с постоянным давлением над собой и работой на оттачивание вашего характера, значит тогда или не подходим, или идем разводимся. Следующая пара, о которой мы поговорим, это когда собираются под одной крышей два водолея. Более короткой, чем этой характеристикой, не будет. Потому что когда собираются два водолея, арбитром для их жизни или помощником, как построить эту жизнь, должен вмешиваться все время кто-то третий. Кто-то третий все время должен им рассказывать, как жить, потому что они либо могут уйти совсем глубоко вперед и забыть смотреть себе под ноги и заниматься бытовыми делами. Вот. Короче, им нужен поводырь. В сексуальном смысле, казалось бы, они прекрасно знают, что они друг от друга ходят, но каждый из них желает, чтобы секс проходил именно по их сценарию. В результате точек соприкосновения у них настолько мало, что просто ужас. Хотя брак относится к категории нейтральных, два водолея договориться друг с другом практически не могут. счастливых браков потенциально, но он 3% на 97%. Поэтому, как вы прекрасно понимаете, желательно, конечно, чтобы водолей с водолеем брак они строили. Поскольку кажется, что они прекрасно друг друга знают, но в этом же и заложен опять же минус этого брака. Водолей интригует то, чего он не знает. Если он смотрит в свое зеркальное отражение, то он уже скучает. Поэтому, пусть не обижается на меня водолея, на этом характеристику мы и закончим. Понимаете, не получается, как правило, эти взаимоотношения. И даже не надо искать причин, по которой не получается. Просто, когда человек смотрит в свое зеркальное отражение, ему кажется, что он живет вроде бы сам с собой. Ему это неинтересно. Вот обычно, о чем говорят водолеи, когда их спрашивают, ты счастливый со своим партнером? Они говорят, нет. Скучно, неинтересно, зарабатывать особо некому, ну и так далее, и тому подобное. В общем, дорогие мои водолеи, больше рассказывать ничего не буду. Если у вас есть счастливые варианты исхода этого союза, напишите, пожалуйста, в комментарии. Это будет полезно тем, кто собирается вступить в брачные отношения. Вообще, ваши комментарии, они очень важны, потому что они раскрываются изнутри. То, что я теоретически озвучиваю, вы подтверждаете историями собственной жизни. Или опровергаете. Поэтому для размышлений каждому читающему это очень важно. Я знаю, что комментарии читают даже раньше, чем смотрят видео. Поэтому, дорогие мои друзья, пишите, ради Бога пишите. И мы спасем мир таким образом. Последняя пара, о которой мы поговорим, это пара между рыбами и водолеем. Надо сразу начать с того, что рыбы приходятся в натальной карте водолея на сектор, отвечающий за финансы, за частную собственность. Поэтому все, что связано с этими сферами, необыкновенно продуктивно при общении этих двух. Если это партнерские взаимоотношения и бизнес, они могут быть весьма позитивными и даже принести прибыль и достаточно серьезность. Но ведь мы рассматриваем с вами сексуальные взаимоотношения, совместные, так сказать, семейные. Как вы видите, опереться особо не на что. Поэтому, если эти двое по каким-то заколокам судьбы все-таки вышли на встречу друг друга, то, соответственно, если у вас во всех остальных сферах относительная пустота, а жить друг с другом очень хочется, потому что вы любите друг друга, помните, что базируемся тогда на зарабатывании денег для вашей семьи, получаем от этого удовольствие, открываем себе при помощи этого ключа другие горизонты. Мы хорошо зарабатываем, значит, хорошо кушаем, хорошо одеваемся, хорошо путешествуем. Тоже вариант развития ваших взаимоотношений. Или частная собственность. Акцентируем свое внимание на своем доме, на своих детях, на мебели, на машине и так далее. Тоже, в принципе, как вариант развития взаимоотношений. Но, как говорится, как говорится, бубнов и фейерверков по поводу страстных взаимоотношений в любви, такого, знаете, такого подрыва. Да, праздники в вашей жизни будут, безусловно. Но помните, пожалуйста, что когда водолей и рыбы будут обсуждать свою жизнь, почему-то о любви будет говориться мало, а в основном будет муссироваться тема денег. И деньги станут мерилом приязни друг к другу. Чем больше рыбы, например, если женщина водолей, а мужчина рыбы, чем рыбы будут активнее и больше зарабатывать, тем больше будет привязана к ним женщина водолей. И потому что она меркантильна, а потому что сектор такой. Поэтому мерилом их взаимоотношений для женщины водолей станут финансы, которые зарабатывает мужчина рыбы. Вот и все. Печально, но, как говорится, об особой любви, как мы ее понимаем, духовное тонкое соединение, так сказать, единение душ, прям ах-ах, этого не будет. Принес деньги, значит любит. Не принес деньги, значит не любит. Так что вот такая вот история. Давайте обопремся на стихии и представим, что нам ожидать от этих двух знаков. Соединяется вода и воздух. Соответственно, вот представляем себе океан. Налетел ураган. Что в результате? Поднимаются волны. Страшно, мутно. Ну это уже я вам, так сказать, глобальный скандал, к примеру, обрисовала. Но даже если маленький ветер поднялся, и то на поверхности воды появляются волны. Соответственно, водолей испытывает к рыбам какую-то патологическую неуверенность и даже страх перед этим знаком. А как влияют рыбы на жизнь водолея? Да легко и просто. Они либо сильно упрочивают материальную базу водолея, либо ее полностью разрушают. Это тоже зависит от того, как у них там дело пойдет. В любом случае, серединки в этих отношениях не бывает. Либо у них уж очень все хорошо, либо вообще ничего нет, и мышь в амбаре повесилась. Поэтому достаточно нестабильные, достаточно своеобразные взаимоотношения. Я желаю, конечно, этой паре хорошего материального успеха. Тогда они будут безгранично счастливы, их жизнь превратится в праздник, у них будет прожигание жизни, они, как говорится, ни в чем себе не будут отказывать. Рестораны, веселье, удовольствие. Почему нет? Но это если хорошая материальная база. А если таковой базы рыбы не предоставят, то я думаю, что водолея, особенно в лице женщины, водолея будут устраивать повседневные скандалы, требовать хлеба и зрелищ. И это будет достаточно скандальная история. Но простой и ровной она не будет никогда. Помните же, ветер налетел и поднялись волны. Поэтому это достаточно скандальное взаимоотношение в любом случае, с выяснением отношений, с оскорблениями, с нападениями. Но волны не остаются волнами. Эти двое, если уже начнут друг другу высказывать свое неудовольствие, как говорится, в средствах не посчитаются. Поэтому, если посмотреть на этот союз, то ровного счастья и при отсутствии денег, и при наличии таковых я гарантировать не могу. Эмоциональный фон достаточно нестабильный. Как говорится, если вы любите погорячее, чтобы вас все время дразнили, дергали за нервы, этот союз как ничто лучше. А если вы ищете тихого семейного счастья, то между водолеями и рыбами ровные периоды будут очень быстро сменяться периодами выяснения отношений. Сейчас рыбы и водолеи, безусловно, задаются вопросом, а можно ли ее переломить эту ситуацию. Дело в том, что переломить ее можно только тогда, когда понимаешь своего партнера от начала до конца, и он тебя понимает. Но ваш союз удивителен тем, что каждый из вас смотрит на партнера и думает, какой он странный и непонятный. Вам не на чем базироваться, вы друг друга не понимаете. Вы друг для друга как два космических пришельца, которые встретились, не знают, на каком языке разговаривают, с какой планетой прилетел и на чем вообще можно договориться. Поэтому эти двое идут по самому простому пути. Если не нравится, я ору во весь голос об этом, может меня услышат. Если мне что-то нравится, я предаюсь любви и наслаждаюсь, раз уже пришло время. То есть живут по настроению и по интуиции, как им, например, собственно говоря, подсказывать ситуацию. Она не просчитанная, она хаотичная, она зависит от многих обстоятельств, включая деньги или настроение или вообще желание поскандалить. Но у этих людей нет единения. То есть водолея, который ищет душевного соединения, понятности от своего партнера, от рыб такого получить не может. Это союз для экспериментаторов, для людей, которые хотят познать что-то необыкновенное, через какие-то трения, через боль, как мазохисты, прийти к какому-то удовлетворению. А те, кто ищет чего-то более спокойного, житейского, понятного, в этом союзе такого не получают. Поэтому рыбой водолею, свесьте, пожалуйста, чего вы хотите от жизни. Если вы тяготете к обыкновенной спокойной жизни, лучше ее не затевайте. А если вы хотите экстрима, каждый день вставать и не знать, что ждать от своего партнера, то тогда, пожалуйста, это как раз тот союз, он дорогого стоит. Каждый день будет феерия, каждый день скандал, потом душесчипательное примирение и через секунду тот же самый сценарий. Ну, это то, что всей своей нестабильностью так или иначе водолеев рыбачаровывает. Вот кажется им все-таки, опять же, здесь, наверное, играет то, что водолеев всегда интересует, то, что ты не знаешь. Вот они все время хотят раскусить этот орешек, посмотреть справа, слева, а вдруг они познают рыбу. Но, как правило, это затея в никуда, потому что рыба сама нестабильна, она не может обещать водолею длительный период одинаковости своего поведения, для того, чтобы водолеи их мог проанализировать и понять. Поэтому они живут так, право, влево, зигзаг туда, прыжок то вверх, то вниз, как поплавки, постоянно хаотично движутся и живут лишь бы жить. Планирование у них не получается особого, поскольку, поймите правильно, люди настроение. Ну, вот такая хаотичная жизнь. Причиной вот этого всего, что я сказала, еще и является комбинация планет. Она не обещает стабильности. И, более того, между партнерами все время как будто бы вызов. Они, как соперники, вызывают на дуэль друг друга, провоцируют. Вот такая вот история. Но, скорее всего, это все-таки, напоминаю, влияние планет, которыми, собственно говоря, каждый знак уже обременен. Обременен он от черт своего характера, избавляется с большим трудом. Поэтому в данном случае вот этот хаос и нестабильность, она заложена уже в самих знаках. Поэтому, дорогие мои друзья, если это уже в вас, в природе, может, проживя, например, 30 лет, вы и притрете друг друга. Но эти 30 лет еще надо каким-то образом пережить. Поэтому для любителей погорячее союз достаточно интересный. Для любителей простого и обыденного он совершенно не подходит, потому что вызов и провокация становятся образом жизни. Вот такая история. Причем, если, например, разобраться в союзе между женщиной-водолеем и мужчиной-рыбами, то рыба, скорее всего, попытается ломать водолея, ставить его на место, заставить его жить по своему образу подобия, особенно если это темные рыбы. Но водолей тоже достаточно упрям, он тоже хочет соревать. Поэтому у них была масса причин для выяснения отношений. Я бы такой союз фактически не выдержала и двух часов. Это мой взгляд на вещи. Но многие десяток лет устраивают такие качели и еще как-то существуют на белом цвете. Но, дорогие мои друзья, все-таки если мы просим у астрологии прогноза и помощи, как будут строиться отношения, я бы союз между водолеем и рыбами запретила людям, поскольку он достаточно сложный, скандальный и нестабильный. Единственное, что может сблизить этих людей, например, общее хобби. Хобби это может быть коллекционированием или какими-то поездками, или еще каким-то времяпрепровождением. То есть если есть какое-то хобби, там еще это может как бы притираться. И потом вам еще льстит общественное мнение. Вы людям кажетесь очень гармоничной парой, потому что внешне вы создаете такой эффект. Это внутри все, что клокочет у вас, оно как бы сокрыто от людей. Им кажется, что вы это прекрасно друг другу подходите. На самом деле, дорогие мои друзья, это совершенно не так. Ну что ж, я надеюсь, что я не сильно огорчила водолеев и рыб. Многие из них уже давно хлопнули дверью и разошлись. И сейчас, быть может, отгивают головой, что у них ничего не получилось. Кто-то еще в барахтеция пытается там что-то исполнить. Дорогие мои друзья, если вы ищете совета, как поступить, Совет один для всех конфигураций, для всех знаков зодиака. Научитесь слушать не только себя, но еще и партнера. Если у вас это получится, даже такое безобразие, которое возникает между водолеем и рыбами, можно превратить в достаточно приличный союз. Надо просто пожелать слушать партнера и делать шаги навстречу. Причем эта игра должна быть обоюдна, а не соло одного солиста. Ну что ж, дорогие мои друзья, водолея мы закончили. Следующая неделя будет посвящена знаку рыбной. Там мы наш сексуальный гороскоп заканчиваем. Это не значит, что гороскопы закончатся для нас навсегда. Мы будем врываться в эти темы с тем или иными материалами. Но вот эти глобальные блоки я закончила. С вами была Елена.